Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин Рында Рыба мой талисман Друзья, сегодня на улице июль месяц хочу показать новые мухи, которые я сделал для рыбалки Соответственно, будем говорить, простые в изготовлении и в то же время достаточно воловистые Чтобы можно было пойти на водоем и половить рыбку То есть не всегда есть такая возможность, что я уже несколько раз в своей жизни сталкивался Что приезжаешь где-то и хочешь половить, а не получается, потому что то не взял, то забыл А если находишься в гостях, так тем более То, что я сегодня покажу, в принципе, оно все простое, доступное Как говорится, какой-то минимум материала всегда можно брать с собой, куда ты едешь И приготовить там, если что, на водоеме, либо дома, когда после рыбалки вы пришли домой Ну а сегодня хочу показать одну из своих мушек Ну, начнем с того, что... Из чего я буду делать мушку? Делать мушку буду, ну, понятное дело, крючок надо выбрать Я выбираю вот такой крючок Вот, практически стандартный Можно использовать его и по головлю, можно использовать и по жереху Можно использовать и по окуне, щучка берет на него нормального То есть он уже проверенный боями, этот крючок Вот такого размера с длинным цевьем Что я буду брать еще? Ну, вот я уже показывал, что с таких вот браслетов Я беру шарики, то есть они продаются у нас Бабушки продают, не знаю, где их берут Видно, китайцы привозят По 10 гривен вот такие браслетики Они металлического характера Вот, там вот иконки там разные Там всевозможные для бабушек Чтобы они там могли помолиться Там, могли верить там кому-то Я покупаю такой браслет И, соответственно, беру в него шарики Здесь получается 24 шарика Находится на таком браслете Соответственно, мы его сейчас разрежем Я возьму шарик на ваших глазах И сделаю из него муху Остальные шарики пойдут мне на другие приманочки Которые очень удобно с него делать Беру ножницы, разрезаю Так, резиночки нам не надо А вот один шарик мы возьмем Итак, берем вот такой вот шарик Который от браслета на ваших глазах разрезал И покажу, как делать муху Что я буду еще использовать Помимо шарика Сейчас посмотрим, проходит Да, проходит Вот красиво он заходит Видите, на крючок Шарик Не надо ничего высверливать Ничего отгибать То есть, элементарно просто Вот берете крючок Берете шарик, одеваете Шарик металлический Почему использую этот шарик? Можно использовать и бусы, конечно Разного То есть, размера Можно использовать Ну, во всяком случае Я использую это Турресцентные шарики Вот такие Которые используют на рыбалках Ну, непосредственно На самодуры Там на Снасть на бычка На банку берут Ребята делают Такие шарики Можно такой шарик использовать Ну, а это будет легкая муха Я уже такие делал Я покажу Такие мухи тоже А сегодня я сделаю мухушку Которая Более тяжелее будет Насколько такой шарик весит Я сейчас возьму весы Постараюсь вам ответить На этот вопрос Честно скажу Сам еще не взвешивал Так Ну, давайте снимем Посмотрим Сколько будет весить этот шарик Шарик весит полграмма То есть Вот такой шарик Металлический Весит полграмма Ну, а я думаю Что наша мушка С лайком На лайтеровом Скоро снасть Будет отлично Так Что мы делаем дальше Дальше я Беру Продажи Есть Сегодня на рынке Очень много разных Таких штучек Которые Используются Девочками При вышивании Там Бюжетерии Всякого рода Вот И вот Такими вот Лепесточками Они Я постараюсь Показать сейчас Ну, так вот Наверное Они продаются С дырочками То есть Уже Пришивать их Наверное К платьям Там Или как Вот такие Лепестки Разного цвета Разных оттенков Ну, вот Делаются они Ну, я не знаю Как назвать Этот материал Это не Пластмасса Слода Как слюда Как вот Раньше На Ну, в общем Жесткий Такой материал Вот эти Отверстия Если проводить Даже крючком Они не так Рвутся Оно больше Подходит К такому Твердому Очень Субстанция Такая Практичная Ну, вот Я Один Лепесточек Возьму Дело в том Что они Покрыты Такой пленочкой Вот видите Он перламутровый Такой Я сейчас Эту пленочку Сниму И получится У нас Открою Немножко Лепесток Чтобы он Блестел И был Похож Немножко На Блики Давал Такие Для рыбки Как Ну, как у рыбы А этот Я оставлю Ну, давайте Посмотрим Как я буду делать Да, делаю Все Сразу Скажу Без всяких Машинок Я уже говорил В предыдущих Фильмах Но говорю Повторюсь Для тех Кто не смотрел Если смотрит Мой фильм Первый раз Не делаю Я никаких Машинок То есть Хотя у меня есть Там подарили Ребята Пользуюсь Все только руками Почему? Потому что Не всегда Эти машинки Ты берешь с собой А практика Показала Что если ты умеешь Делать пальцами Руками Сам все сам То есть Без Каких-то инструментов То тебе легче Потом это делать Где-то на рыбалке Или на даче Или в гостях Или где-то Какой-то Снасть Проще сделать Когда у тебя Ты уже умеешь Сам пальцами Это все делать Поэтому сегодня Показаю Без всяких Прибамбасов Вот этих Которые вяжут Мухи Сразу говорю А это все На вашу Как говорится На ваш суд Но в то же время Рыбка клюет Что мне еще Рыбаку надо Главное Чтобы она брала Клевала Значит ей нравится Итак Берем лепесток Вот этот лепесточек И теперь ножом Постараюсь Рассоединить И снять верхнюю часть Если плохо снимается Надо немножко так Поразминать ее Чтобы она еще чуть-чуть Отстала Потому что бывает Так Зацепил вроде Вот видите Вот так пополам Разрезаю То есть Показываю С одной стороны С другой стороны Видите Снимаю Эту Защитную пленку На меня Получается Вот такой Лепесток Очень хорошо Дает блики На них хорошо Отзывается рыбка Он такой Перламутровый Своего рода Под блик рыбы Которая будет В воде Проходит Вот хищник Видит хорошо И отзывается Итак Мы берем Наш лепесток Который мы уже сняли И одеваем на крючок Как одеваю на крючок На крючок я одеваю Вот так буду одевать Снутри В отверстие Которое здесь есть Сейчас постараюсь Попасть С него еще О Вот я его Попал Потом переворачиваю Крючок И будем сейчас Пробовать Во второе отверстие Попасть Вот здесь На самый краешек Я сдвигаю Лепесточек Потому что крючок Большой А лепесток Маленький И вот так вот Попадаю Заворачиваю Чуть лепесток Так Это у нас будет Чуть-чуть Неправильно Потому что Если я его разверну И переверну Ну сейчас посмотрим Правильно я Неправильно делал Так Вот я завел Вот видите Завел его А теперь По крючку Просто Поднимаю Наверх Все правильно У нас остается Вот это вот Красивая штука Которую мы сняли Снизу Получается как бы Брюшко Нашей мушки Вот И оно сидит На крючке Подпирает Нашу головку Которую Первоначально Получается Так Но Учитывая тот фактор Что крючок У нас Длинный И мушка У меня будет Чуть длиннее Я поэтому Ставлю вторую Вторую я уже Не снимаю Чтобы было Вот это Золотистое А как бы Оставляю Ее в этом В этой пленочке Она дает Свой Непосредственный Блик И соответственно Комбинируя Этот блик С этим бликом Рыба Как бы Ну Мне так кажется Что чаще Клюет Так же само Пропускаю Через Отверстие Очень плотно Здесь такой Этот пластик Или Я даже не знаю Как сказать Пластмасс Но это не пластмасс Он что-то такое Типа следы Вот как-то Так И опять же Заворачиваю Сейчас Немножко тут Заверну Наверх Отвожу На самый конец Крючок Видите Вот так Завернул И теперь попадаем О Нет Не попал Вроде Так Попасть попал Ну Получается Разъединиться Хотел Листок А нам не надо Чтобы он Соединялся Нам надо Чтобы он Целый Залез Ну Вот Мы его уже Попали Теперь никак Не одену О Все Ну вот У нас Получилось Два Лепесточка Которые Мы одели На крючок Сейчас Я покажу Как оно Будет Выглядеть Как брюшко Вот Будет Выглядеть Вот так Брюшко У нашей Мухи Это Более Ярко А это Чуть Потемнее Чуть А сверху Будет Так Теперь Что Какое Тело Будет Нашей Мушке Ну Скажу Честно Тело Подбирает Каждый Рыбак У себя Сам Ну Я Методом Проб И ошибок Экспериментирую Тоже Своей Мушке Пришел К мнению Что Есть Такой Вот Материал Продается Ну Для тех Кто Трубы Обворачивает Там Это Водоканал Там Будем Говорить Так Проводить И Чтобы Они Там Не знаю Там Тонкость Эти Ну В общем Вот такое Покрытие Которое Покрывает Трубы Эти Для утепления Или для чего Я Пользуюсь Часто Этим Материалом И Однажды Попробовал С него Просто Сделать Мухи Я Там Делаю Блокноты С него Там Под Мушки Там Разные Ну В общем Удобный Такой Материал Для Рыбалки Для Творчества И Попробовал Короче Сделать Мухи Мне Очень Понравилось Чем Понравилось Я Покажу Позже Оценку Дадите Вы Сами Особенно Те Кто Делает Мушки Вот Нахлыстовики Может быть Заинтересуется Ну Во всяком Случше Может Кто-то И пользуется Я Не знаю Я Хочу Поделиться Своим Я Ни У кого Не Переснимал То есть Сам Придумал Сам Делаю Вот Беру Вот Такой Вот Видите Разрезал Теперь Мне Необходима Длина Мухи Непосредственно Нашей Ну Я Смотрю Так По идее Мне Этого Длины Хватает То есть Я Уже Предварительно Ее Отрезал Такую Как Мне Надо Вот Она Идет Трубкой Вот Так Выравниваю Сейчас Здесь Конечно Тут Такой Вариант Когда Будете Делать Отрезать Можете Сразу На Конус Спустить Потому Что Хвостик Делать Нам Надо Будет Чтобы Нам Же Мушку 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 Тело Мушки У нее Такое Должно Быть Ну Как Бо Овальной Но Есть Тут Еще Такая Хитрость Небольшая Можете Так И Не Делать Вот Как Делаю Я Можете Просто Обжигать Зажигалкой То есть Можно Поиграться И Обжигать Зажигалкой И Получаются Очень Интересные Красивые Формы Но Я Сейчас Играться Не Буду На Ваших Глазах Зажигалкой Это Дело Каждого Я Показываю Простой Вариант Ножницами Но Скажу Честно Зажигалка Мне Очень Тоже Нравится И Получается Форма Для Нашей Мушки Очень Интересная Дело В том Что Такой Материал Как Вот Этот Что Я Показываю Он Не Впитывает Воду Хорошая У него Плавучесть Не Набирает То есть Воду Вот Рыбка Его Когда Берет Он Мягенький Такой Соответственно Она Возвращается Бывает Вторая Третья Поклевка То есть Непосредственно Даже В то место Которое Ты Бросал Вот Это Что Мне Очень Понравилось И Чем Напоминает Она Ну Рачка Под Бодой Может Бы Когда Где То Как То Даже Вот Может Там Я Не знаю Ну Во всяком Случа Косовые Если Брать На нее Какой-то Трактантик Запах Она Держит Я поливал Держит Запах Она Хоть И не Впитывает Но Как-то Запах Держит Короче С одним Словом Ну Продолжим Дальше Вот Форму Я Вырезал Такую Получается На Ваших Глазах Теперь Что Я Беру Делаю Я Беру Прикладываю К крючку Чтоб Животики Вот здесь Наши На эту Мушку Вот она Получается Так И складываю Здесь Просто Прикладываю Вот так Вот Приложил Вот так Приложил Показываю Животики У меня Так То есть Непосредственно Ну Надо сейчас Привязать Потому что Она должна Держаться Как-то Поэтому Начинаем Вязать Дело в том Что Вот этот Пластик Который Блестит Который Мы делали Форму Животика Нашей Мушки Он Очень Такой Прочный К нему Когда Привязываешь Нитка У меня Прочная Такая Я уже Показывал Что она Такая Не очень Рвется Ну Тонкая Очень Прочная Нитка И Вот Я Прям На Пластик Этот Привязываю Вот так Кругом Ну Конечно Придаю Силу Усилие Своё Чтобы Пластик Согнулся Ну И Внутрь Идёт Это Наше Непосредственно Тело Трубочка Не трубочка А вот Этот Поролончик И И Вот Привязываем Его Под Самую Головку На Крючке То Есть Мы Тем Самым Подпираем Головку С И Крючка Чтобы Она Не Болталась И Хорошо Плотно Наматываем На Крючке Стараться По Силе Возможности Вот Так Делаю Конечно Оборотов Много Формирую Тело И После Чего Завязываем Ниткой На Узел Простой Узел Здесь Первый Раз Пропускаю Два Раза Плотненько Затянули Так У нас Тут Все Правильно Вот Так Должно Быть Вот Вот Так Отлично Теперь Еще Раз Узел Делаем Намувки Раз Два И Затягиваем Вот Так Плотно Легенько Отрезаем Ниточку Нашу Оба Конца Прижигаем Вот Эти Два Конца Которые Торчат У нас От Тела Ну Я Делаю Вот Так Вот Они Подошли Раз Пальцем Прижег Вот Сразу Видите Все Быстро Без Сяких Фокусов Теперь Что Делаю Дальше Дальше У нас Тут Вот Этот Вот Два Непосредственных Лепесточка Мы Между ними Сейчас Пустим Ниточку И Пустим Прижмем Еще Раз Наше Ну Тело Нашего Нашей Мушки Опять Беру Нитку И опять Вот здесь Когда буду Связывать Они Как бы Внахлест Идут Два Вот этих Пластиковых Ну Пластиковых Вот этих Лепестках А я Связываю Как бы Вместе Получается Плотно Такое Они Как Монолит Становятся Вдвоем Для того Чтобы При поклевке Рыбы Оно Не Крутилось Вокруг Не Разошлось Там Чтобы Ну То есть Чтобы Оно Было Крепко Надежно И Зубами Рыба Не Могла Потрепать То есть Чтобы Оно Было Одно Целое Ну И Вот Так Вот Беру Между Ними Вот По Пластику Соединяю Их О Они Хорошо Сейчас Сели Я Доволен О И Теперь Опять Завязываем Завязал То есть Получается Форма Соблюдена И Плюс Еще Цельность Монолитность Своего рода Присутствует В этой Мушке То есть Вот Это Очень Важно Такой Вот Почему Я Хочу Заострить На этом Внимание Потому Что Как бы Мушка Своего рода Составная С двух Лепестков Если Правильно Не сделать Она будет Крутиться Разъезжаться Это не будет Не мушка А так Так Все Нитка Нитка Очень Прочная Японская У нее Можно Ры Буду Ловить Вот Так Вот Я Сделал Получилось У меня Такое Тело Сформировалось Видите Вот Маленькое Такое Сейчас Мы Теперь В конце Тоже Здесь Аффиксируем Вот В конце Лепестка Тоже Привяжем К Крючку Сейчас Я это Отрежу Опять Так же Сделаю Как Сделал Предыдущую То есть Эти концы Я их Припаливаю И потом Соответственно О Отлично Вот Это я Припалил Теперь Надо Осталось У меня Тоже Здесь Когда Буду Вязать Опять Тут Остается Кусочек Пластмасса Вот Этот Ну Пластика Его Надо Поверх Ключок Пускать Чтобы Прижать Его Тоже Хорошо Чтобы Он Не Ходил Вот Тогда Он Получается Цельный Получается И Не Ходит Тогда Не Болтается Вот Хочу Заострить Ваше Внимание Если Вдруг Кому Кто Захочет Делать Муха Не Сложная В принципе Если Хотите Побаловаться Материал Тоже Возьмите Попробуйте Сделайте Интересно Самому Общий Я Многие Вещи Экспериментирую Не Всегда Правда Я Все Снимаю Потому Что Иногда Меня Раздражает Некоторые Вещи Не Хотел Бы Чтобы Попадалось На Кадр Это Поэтому Когда Уже Отработал Уже Эти Материалы Я Вижу Что Они Дают КПД То есть Коэффициент Полезного Действия На Рыбалке Я Стараюсь Тогда Это Фиксировать И Оставлять Для Себя Вот Так Вот Делаем О И Привяжем Опять Завяжем Так же Все Завяжено Простые Узлы Двойные Пропускаю Раз Петлю Еще Раз Так И Затягиваем Все У нас Формировалось Такое Брюшко Видите Какое Брюшко У нас Красивое Получается Рыбка Если Снизу Будет Идти Блики Будут Солнце Давать Она Будет Хорошо Видеть Как Правило Это Прималка Приманка Идет Муха Это Поверхностная Либо Ну Немножко Притапливается Будем Говорить Пол воды Но Все Опять Зависит От Проводки От Водоема От Течения Я Иногда Просто Пускаю По течению Мухи Свою Экспериментирую И они Дают Просто Результаты Я В общем Шоке Ничего Не Делаю Просто Пустил По течению И Идет Поклевка Так Друзья Вот Тоже Остается Хвостик Мы Сейчас Его Прижу Подожду Чуть Чуть Сейчас Я Сложу Вместе Вот Так Чтобы Он Не Спаял Не Сплавил Все Вот У нас Сформированное Тело И Есть Непосредственно Наш Хвост Хвост Очень Привязан Практично Он Такой Что Не Откусит Его Рыба Сразу Окунь Точно Щука Только Что Разве Что Может Откусить Ему И Все Бывали Такие Случа Я не Говорю Что Часто Я Пробовал Нет Бывали Случа Что Отгрызала Рыба Не Знаю Я Так Думал Сущука Вот Получается Такая У нас Форма То есть Металлическая Голова И Такое Тело Вот У нас И Хвостик Соответственно Что Мы Дальше Делаем Есть Такие У нас Продаются Продажи Волос Такой Специально Для рыбалки Для самодуров А вот Есть Такие Нитки Флюресцентные То есть Которые Можно Использовать Для Оперения Я Не буду Сегодня Использовать А Да Что Еще Хотел Сказать Вот Вот Эти места Которые Красным Закрашены Я Закрываю Черным Фломастером Замазываю Не знаю Мне Черным Фломастером Понравилось Больше Никакие Другие Цвета Я не Применяю Тут Потому Что Вот Эти Ниточки Надо Закрасить И Сейчас Скрою Лаком Ой Клеем Обязательно Это Надо Сделать Сейчас Я Замажу Чтобы Мушку Зафиксировать На крючке Она Плотно Была Не Болталась Тело Мухи На крючке Сейчас Вот Так Немножко Закрашу Все Это Так А теперь Заклеим Клеем Беру Клей Пользуюсь 505 Я уже Говорил Чтобы Не спрашивали Какой клей Я уже Привык К нему Он Не Разъедает Этот Пенопласт То есть Этот Не Пенопласт Этот Будем Говорить Тело Мушки Которое Делается С утеплителя Вот И меня Это Очень Устраивает Потому Что Не Всегда Даже Пенопласт Бывает Разъедает Разного Качества А Здесь Он Как Бы Держит Вот После Того Когда Я Приклеил Проклеил Вот Эти Вот Концы То Где Я Ходит Право Влево Не Качается Вот Это Меня Очень Ну Нравится Когда На рыбалке Нету Такого Что Но Все равно Я Собой Беру Дополнительно Флакончик Клея Потому Что Все Бывает Ничего Вечного Не Бывает Сами Понимаете Может Температурный Режим Солнышко Пригрело Может Еще Что Где-то Не так Качественно Привязал А вот Ну Клей Я Беру Что Дальше Мы Делаем Ну Сейчас Подсохнет Значит Я Не Буду Брать Сегодня Флюресцентные Нитки Буду Брать Чисто Вот Такого Характера Возьму Одну Нитку Подсесарку Как Говорят Рыбаки Которые Вяжут Самодуры А Вторую Возьму Волос Флюресцентный Тоже Один Возьму Не буду Делать Пачкой Для чего Я это Делаю Ну Во всяком Случа Когда Солнечная Погода Или такая Вот То есть Я не буду Забивать Гаммы Цветов Ультрафиолетом И А просто Буду делать Такую Простую Черную Темную Лошадку Своего рода Вот Потому Что В этом Водоеме В котором Я буду Ловить Ну Тоже Присутствует Такого Рода Всякие Мухи На природе Они там Куча Посадок Рядом Куча Этих Насекомых Вот Где-то Похоже На Стрекозу Где-то Похоже На Другую Какую-то Мушку Вот Поэтому Исходя Из той Ситуации Которые Там Есть Насекомые Я Не буду Яркими Делать А вот Немножко Скомбинирую Один Волос Такой Один Волос Такой То есть Один Флюоресцентный А один И Вокруг Пальцы Делаю Так Раз То есть Делаю Это все По-простому Без Сядь Делаю На 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 Нашу Муху Но это делаем сверху, вот так. Обычно подростки, дети спрашивают там, покажите, расскажите, где вы берете, как вы делаете, вот показываю, ребята, ничего сложного нет, все вот так вот, по-простому, как делали наши отцы и деды, все своими руками, потихонечку обматываешь, никуда не спешим, привязываем наш волос к нашей мухе, или кто назовет стрекоза, кто назовет муха, ну наша приманочка своего рода рыбацкая, аккуратненько, так плотненько, чтоб волос не выскакивал, ну и соответственно, чтобы шея не была толще головы у этой мухи. Так, все завязываем, опять таким же двойным узлом, первую петлю два раза пропускаю. О, затягиваем, так, затягиваем, так, затянули, и второй раз. Вот так. Все аккуратненько обрезаем, поджигаем, здесь, когда поджигаете, надо убрать вот этот волос, чтобы его не сожгли. О, отлично. Ну вот это лишнее мы сейчас либо обрежем, либо приждем. Лучше, конечно, обрезать, потому что будете прижигать нитку, можете пережечь. Вот так. Так. Длину. Ну. 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 Вот такая у нас получилась муха, друзья Кто-то скажет Неказистая, некрасивая Но зато скажу вам Практичная и уловистая Вот еще свои мухи, которые ранее делал Вот есть такая еще мушка Здесь у нее Бусинка цветонакопительная Бывает еще ставлю бусинки Ультрафиолет, который отражает Здесь цветонакопительная муха Тоже с такими же самыми лепесточками Вот Темная такая же Она другая рассветка И такой же самый материал Который я делал на той мухе, которую я показывал вам Делал еще вот такую муху Она вот такая Необычная такая муха А вот тоже с такого материала Такой только хвостик я припалил И здесь сделал такой плоскинкий ее Вот она у меня Ну напоминает разную личинку Или рыбку Или головастика Или кто как что на что придумает Вот Тоже только металлическая здесь головка Такая же как и здесь Как я с бусиной делал Вот такие вот у меня три мухи Я хочу сейчас Показать как банки с водой Они будут себя вести Но на водоеме не могу показать сейчас А вот на банке с водой покажу Как они себя ведут Чтобы можно было посмотреть Вот банку поставим с улички Леску я привязал Ну и опускаем ее Вот так она должна быть внизу Будет Сами видите Она поверхностная Своего рода Или можно сказать Суспензер где-то Или поверхностная Ну Больше наверное Раз она утонула уже Больше суспензер наверное Ну Вот такого характера То есть оно не намыкает Тело Влагу в себя не берет И соответственно Приманка находится в таком состоянии Если будете подергивать ее Соответственно будет подниматься Получается как будто Личинка Вот видите Пошла вниз Как будто личинка Пьет воду Кушает там со дна Вот так вот И сам подергиваешь ее Когда подергиваешь Начинается игра Вот такого характера Всегда стоит она вверх Крючком То есть Меньше зацепов соответственно От земли Вот Сами видите Подергиваешь Она опускается Подергиваешь Она стоит Если не подергиваешь Какого застряла Она в таком положении Находится В этом тоже есть свои плюсы То есть Поднял ее чуть-чуть Она остановила Она остановилась Дернула ее Она ушла на дно Это вот такая Та которую мы делали С вами Хочу показать Более легкие муки Которые я делал ранее Вот эти две Одна вообще Стоит вот эта вот Она не тонет Она поверхностная Такая своего рода Вот видите То есть Если ты будешь Подергивать ее за леску Она будет Поверхностная Приманка Ну спускать ее удобно По течению Вот такого характера Здесь она Светонакопительная Бусина у меня И здесь вот Бусинка у меня Хоть и металлическая Но она тоже Поверхностная Такая вот Типа попера Своего рода Она Как бы Поверх воды Но носик вниз А сама сверху Тоже такая вот Имеет быть Приманочка Муха Своего рода Такая Может муха Может личинка Так назвать ее Но тоже привлекает Окунька И соответственно Другую рыбку Которая Интересна И она Поклевывает На эту Приманочку Ну вот такие вот Есть Приманки Которые Можно изготовить Из Несложного материала Как говорится С своими руками На рыбалке Если приехали Допустим И хищник Там есть в водоеме И захотели половить А снасти не взяли Можно приспособиться На таких мухах Ну вот друзья То что хотел показать То что хотел рассказать Кому понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал До следующих встреч С вами был сегодня Виктор Короткин Субтитры сделал DimaTorzok